Доброе утро, доброе утро, доброе утро, но кто-то на меня из вас должен смотреть, уже извините, кого-то я должен видеть, ну давайте я посмотрю и отключусь, уже извольте, ну тогда у меня просто урок не получится, у меня мои 120 мегабайт сразу съедятся и все, и явитесь миру. Ну вот, да, сейчас, на одну секундочку я вам. Что-то меня не видать. Вы большая, вы грузитесь. Все, загрузились, уже легче, я не один. Отрубайте что-то. Ну я попробую, но я попробую повисеть, когда качество связи ухудшится, я тогда отключусь. Итак, домашняя задача. Даш, зачитайте мне что-нибудь. Так, зачитать стало быть. А, что-то я ничего не понимаю. Я же это вчера читала. Это признак мудрости, мудрости. Нет, собственно, это жесть какая-то, я же читала. Так вам же пока только требуется читать. Ну да. Ити, что ли? Ити, что ли? Угу, холос какой-то, я не понимаю, да. У меня этот вопрос к третьему слову. Яти. Так же, Даш, не стесняйтесь, читайте. Яти. Это яти. Не знаю, что это. А че мы читаем? Мы пятое задание читаем? Пятое задание. Мы читаем пятое задание к третьему занятию. Так второе там вроде не яти. Там вроде не яти. И яти. Так что это? Я такого слова не знаю. Это же вроде ТХА. Даш, у вас книга, да, перед вами? Ну да. 15-го года, да? Да. Сергей, и перед вами книга, так? Нет, сейчас книга. Не книга. Сейчас электронная. Ага. Хорошего в этом ничего, но теперь я хотя бы знаю, что. Хорошо. Второе слово у меня похоже на... Точнее, хорошо, Сергей, а у вас на что похоже второе слово? На АПИ. На АПИ. О, это АПИ, ужас какой. Яд АПИ имеет весьма мало общего между собой. Да, АПИ. Поехали дальше. Да, дальше тоже трудно ехать. Раджи-Пи. 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 А что же это должно означать тогда Раджи-Пи? Не знаю. Раджи-Пи. Нет, Даш, так не пойдет. У вас и дается словарный запас к уроку. Раджи-Пи. Это вероятность, что данное слово встречается в словах. Ну да. Так. У меня все получалось вечером еще, а утром уже ничего не получается. Так, не расстраивайтесь, Даша, успокойтесь. Не торопитесь, просто методически ищите это слово. Оно должно быть там. Вот я его не нашел. То есть это Раджи-Ва, я его не нашел. Раджи-Пи, да. Вы правильно представились, Сергей. Ну, в конце, в конце книги тогда оно должно быть, если его нет здесь. В конце словарики все равно оно должно быть. А, то есть в конце надо посмотреть, да? Проверьте, сейчас открепите конец книги. Раджи-Пи. А это не может быть множественное число от Раджи? Каких-нибудь от Раджи-Ва. Нет, 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 это не множественное число от Раджи-Ва. А когда мы будем про словообразование изучать уже? Лотос написано. Раджи-Ва. На занятии Сергея 29-ом, наверное, не раньше. Ух ты. Раджи-Ва, да, Лотос. Лотос? Камала. Да, говорят. Раджи-Ва. 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 Сильнее, Камала, это попсовый Лотос. Попсовый, почему? Потому что популярный на каждом углу. Ага, я знаю. Продвинутым надо говорить раздверно. Сильнее. Сильнее, Камала. Читаем дальше, Даша. Убха. Переводить? Нет-нет, я попросил лишь переводить, потому что вы не поняли, что вы прочитали. А так, просто читайте. Маха-Бхарата. Вот теперь уже я один. Наконец. Кула. Ива. Каала. Нияма. Куруша. Удака. Так, вот это слово я не понимаю. Вернее, я его поняла, но не поняла. И опять забыла. Букву я не поняла, вот что. А, Хи, это, наверное, вот что это такое. Хи, конечно. Ман. Манос. Хорошо. Сергей с конца. Манос у нас тоже не было, да, слова этого вспоминания? Наверное, да. Манос не было. Открывайте конец, пока Сергей будет читать с конца до начала. Вы мне расскажете, кто такое Манос. Ну, Манос, насколько я знаю, это У. Проверьте, согласно словарику Кузьергины. Сергей, читайте. Манос, Манос, Ман, Хи, Пуруша, Нияма. Удака не было там? А, пропустила что-то. А, да, удака. Кала, Ива. Да, постойте, постойте. Кала, Нияма не было? Я уже прочитал. Нияма. Кала, Ива, Кула, Я. Я, 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 Ди. Мага. Так, тут длинная. А, нет. Длинная. Мага, Бхарата. Набга длинная только. Убга. Убга. Ра-джи-ва. А-би. Идти. Угу. Отлично. Ну, Даш, видите, да, у Сергея идет повеселее чтение. Нужно... Да. Тоже повеселиться. Проснуться. Да, проснуться. Да, проснуться для чтения. Нет, это такое глубинное прочтение, глубинное просыпание уже. Глубже, чем. Давайте тогда, Сергей... Ну, давайте хорошо, Даш. Сейчас тогда соберитесь. И вторую часть упражнения уже с переводом тогда. Ой, а здесь пишут, что манас – это мысль, дух, душа. Ну, видите. Это правильно? Это вполне вероятно. Ну, хорошо. Следующее, да, второе? От терминологии весьма порой сложно. Следующее, давайте вторую часть пятого упражнения. Читаем и переводим. Ядха. Ядха. Как? Тадха. Так. Что это? Пху. Будь. Ас. Быть. Асит. Он был? Куру. Куру. А также в сказочной форме. Жил был. В русских текстах жил? Да. Жил. Жил был. Жил был. Куру. Делай. Кар. Делать. Нарада. Мудрец. Нарада. Нарада. Да? Только там Куру. Куру, да? Куру. Куру делай. Да, да, да. Нарада. Пура. Нарада. Нарада, да? У нас было ударение. Нарада. Пура. Город. Нет, Нарада. Да, как говорится. Ну, это имя. Имя, собственно. Имя, собственно. Имя, собственно. Имя, собственно. Вач. Говорить. Вачина. Слово. У вача. Ой, нет. Да, у вача. Он сказал. Гам. Идти. Гамине. Нет. Джагама. Джагама. Он пришел. Гаджа. Зачем-то слон здесь. Гам. Опять идти второй раз. Почему? Зачем-то? Ну, вроде как. Незачем. Ну, это сло уже первого урока. Ну, только мы же повторяем. Мы же как будто бы уже все запомнили. А, ну, тут, типа, тут следующее слово. Это просто вместе они тут, да? Да. Гаджа. Гамине. Сложно. Ушла слониха? Гаджа Гамине-то пришла слониха? Ну, она не пришла. Но Гамине-то же женская. Она не пришла. Она какая? Идущая, может? Она идущая. Идущая? Да. Потому что там Гамине пришла. Потому что и в конце. И долгое. Женского рода вроде бы. И женского... Нет, потому что и... Если в конце а долгое, и долгое, значит, женского рода. А, ну да. Идущая слониха. Это сложное слово, и конец этого сложного слова, которое состоит из двух слов, оно несет на себе вот эту функцию указания на род. То есть само слово Гаджа не имеет категории рода? Сама Гаджа в данном случае несет эту категорию. То есть само по себе оно несет, но в сложном слове за него отвечает вот хост. То есть конец. Понятно. Раджан. Князь? Ну, скорее князь, чем царь, да? Ну, чаще переводят царь, но тут на ваше усмотрение. Ну, потому что там дальше есть слово Махараджа, которое уже вот точно царь, в нашем понимании, да? Великий царь. Или Махараджа это император? Нет, императором его никогда не переводят. Ну, сложно соотнести. А, там же есть. Эти категории, обычно царь и великий царь, ну, так. Хотя можно и так сказать. Потому что феодализм, он везде, чем ты похож. Ну, собственно, я сразу два тут выхватила слова. Дальше идут Петар, Отец Матар, Матар, Мать Духитар, Дочь Сута и Сута. Ну, вернее, у них же оба ударения, да, на последний слог будет. И Сута и Сута. А смысл чем отличается? Женский мужской рот. То есть, наоборот, мужской и женский. Да, так уже лучше. Ударение секретное. Сута, Сута. Растягиваем. Сута, 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 Сута. Хорошо, уже повеселее. Уже повеселее. Давайте, Сергей, второе, назад. Сута, Сута. Нет, вы читайте по одному слову лучше. Сута, Сута. Нет, по одному, это Сута, перевод. А, перевод. Сута, Дочь, Сута, Сын. Духитар, Дочь. Матар. Матар. Мать. Питар. Отец. Махараджа. 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 Царь, получается. Ну, великий. Когда вы переводите Махараджи к царь, можно подумать, что вы Маха не поняли. А Маха, он не Маха. Надо его передать. Раджан. Раджан, ну, тут просто царь. Вы понимаете, что латинское «рекс», то есть «регнум», то есть латинское название правления и царей и женское имя «регина», они все однокорневые древнеиндийскому «раджа». Ну, хорошо. А корень слова «раджа» тогда, раз уже начали эти мологии? Два корня. «Джа» — «рожденный», а «раджа» — это что? Нет, так глубоко индийское экимология не заходит. Не заходит? Почему ты думаешь? Потому что это мнимое. «Джа» — скорее мнимое деревение. Здесь скорее «радж» — корень, здесь не два корня. Здесь «радж» плюс тематическая основа «а». К большому количеству корней добавляется «а», а в данном случае здесь не «а», а «ан», суффикс «ан». Основа здесь «радж», а не «раджа», поэтому рано нам пока рассуждать такими категориями, потому что мы еще не знаем базовый набор корней и основ. Поехали дальше. «Гаджа» — «ГА» — «ГА», и коротко. «Гаджа GAMI» — «НИ». «ГАМ» — «ГАДЖА»? А, ну, «ГАДЖА» — «ГАМИНИ» — идущая слониха, как мы уже решили. Гамма Ти, Гаджа Слонбор, Джагамма, он идет, по-моему, правильно, он идет, Джагамма, Гамма, не путаюсь чуть-чуть, а он пришел, да, небольшое уточнение, так, Гамма, просто идти опять, у, да, у, да, так, это Ча, Ча у нас что, нет, а, это не Да вообще, У, Ва, Ча, У, Вача, У, Вача, У, Вача, он сказал, Вачан, 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 Почему Вачан, почему вы все время отбрасываете гласную в конце слова, Вачана, там же нет, какое-то хендизированное влияние Вачана, это, может быть, речь получается, Вечь, да, а вот Вач тогда чем отличается, это слово может быть? Сергей, Вач это глагольный корень говорить, Говорить тогда Разницу чувствуете между глагольным корнем говорить и производным от него словом говорение? Ну вот это окончание добавляется, да? Конечно, Га, Вач, Вачана, суффиксана, говорение, то же самое Ура! Так, это город, что ли? Почему вы добавляете, что ли? В этом тексте нету категории неопределенности, Четко и ясно, город, крепость, да, поехали дальше Исторически это крепость, именно не город, не суть Нарада, мудрец, имя собственное Имя собственное мудреца, лучше уж так, потому что это не мудрец, это конкретный мудрец Кура Да, на-то и Кура Так, извините, не внимательно, давайте так Везлиной, Кур, Ку Так, ну это... Нет, я не расслышал Кура Нет там Кура, я уже вам сказал О, так, чё это у нас... А, это у меня, может, плохо записано уже... Ку... а... Куру это... Куру? Куру? Куру, да... Так, а это у нас... я забыл, сейчас я посмотрю Он что-то... Куру... Я-ди... Нет, из короткой Я-ди... Так... Вот эти места... Я-ди-то так, так... Тут я плаваю чуть-чуть... Я-дха это как... А я-ди это если... 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 Так... Махабхаратамата Эпос... Так, подождите, вы уехали куда-то... В другую строчку... А... После Куру... У нас идёт... Что? После Куру идёт... Ку... Ку-ку... Кар... Кар... Кар идёт... Кар идёт... Хорошее... Что делать... А... Аа... Так, Асад... 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 Башар Асад... Асад... Башар Асад... Башар Асад... Президент какой-то... Я сейчас вспомню... Вы уверены в Асадовости этого слова? Сейчас я скажу, я забыл, что это честно. Хорошо, хоть честности вас не отнимать. Осид, оказывается, он был. Это брат Асада, Осид. Осид. Так, где я тут дальше? Переводится как? Он был. Или, как вы сказали, жил-был? Да, часто переводится жил-был. Жуковского читали? Перевод Наля и Савитрей. Вот там жил-был Наль. Ну это сказка так начинается. Нет, это не сказка, это перевод Макл-Караты. А, у меня Смирнова есть какого-то года издание, там 75-го. А он как переводит? А я не помню. Ну вот, откройте, смотрите, интересно же. Кто как переводит? Да, я думаю, что скоро придется. Так, дальше у нас. Так, Асад он был. Бху. Ас. 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 Просто быть. Дальше у нас. Бху. Тоже быть. Да? ТАТХА. 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 Не помню, что такое ТАТХА. 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 А везде в написании, вернее, оба раза, где он встречается, долго и... А где короткая? В латинице короткая. В латинице вы имеете в виду в словах к уроку? Да. А вы проверяли список опечаток, Даша? Нет. Вот я как раз хотела это вчера сделать, но у меня уже не хватило порога. Давайте, 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 откройте список опечаток. Ой, мне больше читать надо. Сейчас я вместе поеду его. Я боюсь, что я сейчас так сходу его еще и не найду, когда я его положу, его не помню. Я вам сейчас кину. Ну, я проверю свою папочку волшебную. Даша, я вам вот кидаю ссылку. А, вот я нашла. Итак, это какая страница у вас? У меня страница 26-ая. 26-ая. Ну, она вообще не значится в списке. Да, я смотрю, что не значится, да. Так. Ну, или вы нашли еще одну единицу для списка. Или... Ну, я надеюсь, что вы нашли новую единицу для списка, да. Потому что должно быть, конечно, долгим. А, долго. А, ну, правильно. Я смотрю, Дованагаря, а надо смотреть ошибки в латинице. Ну, латиница... Ну, латиница... Ошибки в латинице я просто не сохранила. Я вам только что кинул ссылку. А, да-да, сейчас я открою. И что-то просто подвисает все. Но в латинице я тоже не вижу оси-то. Ну, должно быть долгий, да? Это точно. Да-да-да, долгий должен быть. Все, я по правилам. Это однозначно. Здесь получается на 29-й странице, да? 26-я. 26-я, да-да. 26-я страница. Значит, там стоит... Аси... Аси, да? А краткая, да? Долгая А, но краткая стоит И, а везде пишется долгая И. Асид. Асид, ага. То есть, точнее, асид. Асид, да. А правильно прочитать будет асид, да? Асид, да. Да, значит, там... Сейчас я запишу себе, просто мне интересно... Список надо закончить. Сейчас запишем. Асид. 26-я страница. Давайте, читайте тогда, читайте, пожалуйста, дальше и переводите последнее, Даша, упражнение. Нарада Увача? Нарада сказал. Да. Можно я его буду по привычке называть Нарадой? Или, пусть он и Нарада. А, конечно, конечно, какому Туна. Так, Хакуру. Сделай так. И последнее... Асид, Раджа. Жил-был царь. Да. Сергей, есть замечание по правке? Нет. Так, так, так. Хорошо, Сергей, расскажите мне, какие синонимы бывают к словам из третьего упражнения. Так, ну, тут мы, наверное, писали. Так, там, вода у нас. Это удака и джала. Я сейчас узнаю. Ап, но она, по-моему, вообще не... Ап, это именно воды. Не вода, а воды. В множественном числе. Так, потом у нас... Так, это какое было? Третье, я думаю. Да, вот. Земля. Это пхуми. Махи. И вот тоже притхиви. Ничего не встречалось. Но я вот попробовал... Говорите, вот меньше вводных слов. Говорите санскритские слова. Хорошо. Пхуми, махи, притхиви. Только я не знаю, как она пишется правильно. Я написал в основании. Это не важно. Это сейчас не важно. Сейчас важно произнести. Так. Дальше. Путь. Это по... Гате. Путь. Так, а дальше я... Так, где же я это делаю? Сергей, давайте-давайте, выбери. Пакха, по-моему, еще получится. Да, давайте дальше. Так, дальше у нас... Быть это... Аз и Пху. Сын. Сута и Шуну. Дочь. Сута и Духитар. Человек. Нара. Сута и Диана, по-моему... Диана, по-моему... Рожденный, по-моему. Так, я не нашел это задание. Так, человек еще... Пуруша. Вот. Диана тоже, да. Диана тоже человек, по-моему. Хорошо. А у меня вопрос, можно? Да, да, да. А почему сын Шуну? Он же Суну? А, Суну, на рваке ошибся. Суну, Суну, да. Пропустил еще... У нас были еще названия сына, но неважно. Сейчас не будем в это вдаваться. Не нашел, значит, не нашел. Я мог бы. А где еще у нас был? Ну, подскажите. Еще искать самому? Конечно, со мной. Если я подскажу, все равно не запомните. Я тоже не помню еще. Не криминально. Еще одно. Итак, Даша. Второе занятие. Переводим. Махабхала. Махабхала. Большой плод. Махагаджа. Большой слон. Махапатха. Великий путь. Махаакадха. Великое сказание. Махарадха. Большая колесница. Махаадана. Великая щедрость. Подаяние. Маха. Или даяние, да? Подаяние. Я сначала перевела. Даяние, а потом... Подаяние. Ну, ну-ка. А подаяние? Ага. Подаяние. Махаакадха. И... Махавана. Большой лес. Хорошо. Слова запоминаются вообще? Как вас? Ну, у меня вот с этими... Всякими... Тогда, как... Я что-то их путаю. Как, то... Там... Надо сейчас записать, наверное, целую страницу, чтобы... Да, Сергей, вам надо их писать хоть целый блокнот, потому что они у вас будут сплошь и рядом. В ваших любимых текстах. Ну что ж, начнем. Гласные. Это мы дальше уже четвертое, да, начнем? Да, четвертое, извините. Вот перед вами доска. Был сбой. Даш, включите камеру. Что есть? Так, это я думаю, что у меня просто все зависло. Может, у меня... Может, у меня... А, хорошо. Вот я включила камеру. Доска открыта у вас? Да. Доска у меня была открыта, но у меня повис браузер. Теперь. А, какая-то тача. Итак, значит. Э и О всегда являются долгими. В санскрите нет гласных Э-О. На письме они должны были бы в латинице всегда обозначаться с Макроном, то есть знаком долготы. Но ради графического упрощения, чтобы не перегружать текст, эти знаки долготы в большинстве случаев справедливо отбрасываются. Почему? Потому что не бывает в кратких аналогах этих букв, звуков. Понятно? Гробовое молчание. Это Э и О. Э, О. Ясно. Они происходят от дифтонгов. От дифтонгов Э от дифтонга АИ. И О от дифтонга АУ. Дифтонг это нечто такое, что нельзя расчленить. АИ-АУ. Э, А, Э, О. Ну давайте. Э, О, АЙ-АУ. Э, О, А, А, АЙ-АУ. Дашь? Э, О, АЙ-АУ. Хорошо, запомните, они всегда долгие, Э, О. То есть записали себе, значит, вариант, когда они с этими макронами на письме, эта система уже не используется. Не используется. Вам нужно открыть одиннадцатую страницу прописей. Яндекс.Дикс, которая... Да. Контрастность увеличится, плохо видно. Открыли, Даш? Да. Хорошо. Хорошо. Значит... Солнышко начинает. Да, солнышко зашло. И над неграми. Значит, в начале слов, эти Э, А, И, О, АУ, имеют особенное начертание. То есть, по умолчанию, любой слог содержит в себе какую гласную, Сергей? А. А, 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 А краткую. Но, когда гласное встречается в начале слова, нам ее нужно как-то изобразить. И вот, для начала слов, для гласных, у нас есть особенное начертание. Особенное начертание. Значит, А, 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 У. А, 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 А. Мы уже записали, так? Теперь переходим к Э, точнее Bec Э . Это клык, нижняя часть которого упирается в дно клетки. Клык. От него вниз в клетку под него уходит хвост. Накрываем палубой. А клык под углом 45 градусов, что ли? Ну, угол я тут затрудняюсь. Он закруглён. Он не треугольный. Поэтому его градусность я не затрудняюсь. Это Э. Э длинная. Она всегда длинная. Всегда долго. И хвостик уходит за квадратик, да? Да, вниз. В принципе, не то ровно пишется. Это первое начертание Э. Второе начертание Э. Первый изгиб он граничит с клеткой. Вот, если клетку поставить, видите, я клетку нарисовал. Вот, первый изгиб, то есть, этот знак занимает по высоте две клетки. Почти. Полторы. Больше. по прикидке. Понятно? Нет? Пока понятно. Выходит до грани. Да. Не просто выходит, а нагло пересекается. Вот. Печатная разновидность написания. Э. Вот эта вторая черточка не смыкается с первой, да? Не смыкается. А хвостик доходит до конца второй черточки клетки низа, да? Нет. До второй не доходит. Полторы. Один, восемь, но не две полные клетки. Ну, никак в ГА, да? В ГА вообще никто не доходит до второй клетки низа, поэтому аналогия не пойму, неуместна, пока мне так. что я написал, Даша? Эка. Эка. Что означает? Один. 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 Так. А если это Э будет посередине слова, оно будет отображаться как надстрочный знак над стержнем в виде косой черточки. Это будет уже не К, А. М요ing, кажется, прошли переходим к ай ай дифтонг ай то есть двузвучие дифтонг это двузвучие два неразделимых гласных подряд это тот же знак тот же клык и 2 печатная разновидность к ней мы добавляем косую черточку от правой правой стороны это в начале что в начале ну слово это начать слово в общем черточка прямая не она не не хвости какой и да еще раз пожалуйста черточка прямая без закругления верху которая на диагональная прямая без закруглений получилось дашь хорошо тогда мы 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 это надо было ай 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 а внутри на самом деле то что мы сейчас записали а ай в начале слова она если встречается то может быть и несколько раз за всю жизнь а скорее все даже никогда не увидите а вот собственно что будет встречаться сплошь и рядом это внутри слова тут мы можем это передать двумя способами или вот птичья лапка который упирается стержень или две слегка параллельные и не соединяющийся с палубной линией а иногда и соединяющийся нижний из них в общем они идут как бы как две параллельные рельсы вот такое вот обозначение это нас кай кай кай-кай-кай кай и я запишу а сергей прочитает читает тай тай хорошо запишу слово даша почитает тай м м а это похоже на опа у меня это я просто L слово произношу My La La у нас сейчас нарисую вам La La а это не La вот это La у меня не так La так значит это My Dha My Dha или My Kha My Kha а как мы их различаем Даш ну вот Kha будет что будет разница там будет еще черточка отходить в начале вот этой вот буковки Е там по-моему полубной линии дело в разрыве полубной линии Даша а да точно итак My Kha облачный облачный о-ро-шо о-о-о о-о-о то есть пишем латинцей о-о-о это та же самая А только к ней добавляется точнее это та же самая А долгая и мы добавляем стержень и над этим стержнем ту же косую черточку все это о-о-о 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 а в пис значит внутри слово это обозначается как стержень добавляется после с той же наклонной черточкой получается уже не над стержнем того же знака к которому оно относится а после да то есть если бы было бы к то наклонная терточка была бы не над дополнительным стержнем а где Сергей над самой буквой над самой буквой да а тут над дополнительным стержнем хорошо считается как ко а как читается у нас корова сейчас скажет Даша го корова хорошо ну порадуем Сергея дадим ему аюрведический термин ордисо сила У меня вот вопрос Оджес употребляется в значении Просто силы Или это именно конкретное То что мы понимаем в аюрведе Сила дающаяся от рода Для нас это просто сила А в аюрведическом контексте Конечно это же не просто сила Это не физическая сила Есть нюансы Четыре аспекта Для нас это просто сила А уже углубляясь в аюрведу Конечно же это не просто сила Это не имеется в виду сила удара Поэтому это вопрос уже терминологический Это вопрос не самого языка Или то как это слово построено В нем нет ничего такого особенного Понимаете? Оно построено как в обычном Словоупотребление Оно имеет одно значение В терминологическом Другое Понимаете? У каждого слова есть первое значение А есть значение 25 Так вот это 25 Для какой-то отрасли Может быть главным Понимаете? Но это не означает Что его исконное значение Несет это 25 Оно обросло им Но изначально Еще неизвестно Имело ли оно Его или нет Итак Помимо гласных Которые вам понятны Как гласные Есть слоговые Слаговые В слове Ригведа У нас необычная Согласная Ра Ри Ру Да? А слоговая Что? Слаговой звук Что это означает? Это означает Что Р Приравнивается К гласной Но этот Р Необычный Он в себе Несет зачаток То есть Самое Гласное Поэтому например На юге Индии Говорят Самскрутам Самскру Там А на севере Самскртам Даже название языка И то отличается В зависимости от того Кто Как озвучивает Этот слоговой звук Ругведа Говорят Например В Тревандруме Ругведа Не Ригведа А Ругведа Понятно? Да Не все так просто С этой озвучкой Для нас Слово Метр Метр Должно Передавать Гласность Этого звука Метр Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Когда пустого кружка нет, а в индийских изданиях их обычно нет, ставится просто точка. Но грамотно ставить пустой кружок. Почему? А чтобы различать церебральные звуки от гласных, от сонантов. То есть здесь пустота, она несет определенную функцию в этом кружке. То есть церебральность – точка, а под гласными – кружок. Но чаще всего вы будете встречать именно везде точку, просто точку. Почему? Да потому что ее проще поставить. Потому что Unicode – это то, как устроены наши современные шрифты, не поддерживает этот кружок по умолчанию. И приходится хитрить. Поэтому в хороших книгах и изданиях кружок в посредственных точках имеет два написания. Птичья лапка упирается в стержень. Упирается в стержень. Продолжается. И полумесяц ставим. На одиннадцатой странице прописи – это середина страницы. Это первое написание. Второе написание. Та же птичья лапка. Стержень. Соединительная линия. Другой стержень. Внизу – крючок. Накрываем палубой. Готов знак. Две разновидности написания слогового «р». А внутри слова – это будет выглядеть следующим образом. Крючок ставим под стержень. И значит, что это у нас будет, Даш? Что мы увидим? Крррр. Не просто «рррр». Крррр. Согласны со мной? Согласны? Да. Хорошо. Я напишу. Сергей прочитает. Мрррр. Хорошо. Крррр. Да. А теперь смотрите. «рррр» слоговой бывает ещё и долгий. Когда звук долгий, мы что к нему добавляем? В транслитерации. Чёрточку, да. Знак Макрона чёрточку. И тогда он получается долгим. «рррр». Слаговая. Долгая. Встречается очень нередко. Но вы же поймите. Индийские грамматики, они идеалисты. Им всё нужно довести до предела. И образовать систему. Поэтому у них таблицы Менделеева. Для них слоговая азбука Девнагрия – это таблицы Менделеева, в которые все ячейки должны быть заполнены. Встречается этот звук, не встречается. Это проблема звука. Для системы он нужен. Понятно, да? Поэтому. Поэтому. Тоже имеет два написания. Единственная разница в том, что вместо одного крючка у нас перевёрнутая троечка. Всё то же самое. Все те же два начертания. Но уже два... Две загогольники, то есть перевёрнутая троечка. Это два начертания уже написано. Да, два начертания. То есть там просто без второй вертикальной палочки, да? Ну да, без второй вертикальной, без соединительной. Или наоборот. Можно сказать, что там в одном приросло. Как вам удобно? Он и так долгий, а здесь он вообще долгий получает. Он и так долгий, так и он ещё удлиняет. То есть что-то уже не передающиеся озвучки. То есть у каждого свои фантазии на тему. Какой-нибудь уже не ри, а ри, ри. Вместо просто ри. То есть это гласный призвук, он здесь... Чтобы озвучка была понятна. Чтобы была понятна озвучка. Итак, я записал пример. Видите, как внутри слова? Да. А теперь запишу. И Даша прочитает. Читает. Трррррррррр. А-ра-шо. А-ра-шо. Смотрите, пожалуйста. А я проспала, что ли? Мы Ау уже разобрали? Ау, ау, ау. Ещё не разбирали. Ещё не разбирали. Ага. Да, ещё зайдём. Нет, не проспали. Зайдём. эти бдительность какая уже вы боишься за этот не до сдачи хорошо хорошо значит следите за тем что я говорю вообще приятно и так я запишу а вы зачитайте что я запишу сергей слова я еще не дописал сейчас да и что готова даша какие у вас есть положение ариши это и у нас только я не поняла почему мне ари потому что там за нету почему чего нету ну арии это же не все таки а вас не смущает например что вы произносите ригведа они риг ригведа ну вот значит риши понимаете есть определенная традиция и уже не важно что в этом р и не прописано а в шее прописано понимаете а произносится риши понимаете такая вещь страшная традиция второе слово попробует сергей разгадать рик это гимн и ригведа состоит из тысячи двадцати восьми риков или гимнов то есть там происходит просто озвончение этой г это и к другой до который потом превращается в г так точно ну что ж возьмем ау раз есть защитники ау ау к дополнительному стержню после а добавляется уже не одна наклонная черточка а две они также могут быть как и раньше параллельно или вот соединяться птичью лавку все то же самое меняется только комбинации так чё написал тут ша ерунда написал вот наше солнышко а перечеркивать его не надо вот так я пишу и сергей зачитает кау 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 а теперь зачитает даша а у дака а у дака от слова у дака то есть водяной было у дака водяной водяной в смысле привагательный или в смысле существо нет не существо водяной но не видит головика а у дака то есть в санскрите для словообразования часто используется такие такой морфологический процесс как подъем и опускание гласных то есть было у стало ау и смысл этого слова он как бы производные от того который был у была джала вода стала джаллака пиявка то есть водяная понятно вот понятно теперь зачитает Сергей еще раз а ура ура городской крепостной да ну помимо эр слоговой бывает эл слоговая эл и под ней пустой кружок а как пишется ау в середине слова ау 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 это получается дополнительный стержень над которым стоит птичья лапка ага да да извините это вот я точно проспала хорошо ну что ж в толерантное время простите мне порой задремать и так ла а под ней крючок крючок тот же крючок что был и в эээ эээ ри это в начале слова Это в начале слова. А, значит, так, сейчас я еще один пример. Вот это второй раз написали вы. Это что, второй написал мне? Нет, второй раз, простите, я еще одно слово хочу дать на R слоговую. Давайте, прочитайте, пожалуйста. Сергей. Так, это что у нас? Нет, это от R слоговой остаток. Еще одно слово, пример. Врака, что ли? Врака. 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 В древнеиндическом была R, а в старославянском была уже L и R, они взаимозаменяемы часто в индоевропейских языках. Это однокорневые слова. Врака и волк. Означает то же самое. Внутри слова L слоговая обозначается как маленькая буква L, под которой крючок. Вот таким вот образом. Даже еще меньше я его уменьшу. Вот так. И это все стоит под стержнем. И встречается это сочетание всего лишь в одном слове, в одном глагольном корне. Клп. Служить. Ну это... Ну да. Всего лишь в одном слове. Представляете? Держим букву для одного слова. Но есть буква, которой нет ни в одном слове. Это L слоговая долгая. Под L уже не один крючок, а двойной крючок. И внутри слова то же самое. Уже не один крючок, а двойной крючок. То есть перед нами здесь написано уже чекпот L пустой крючок, над L черточка Macron. И он совсем нигде не встречается. И он нигде не встречается, кроме алфавита. Ни слоговой, ни внутри слова. Ни слоговой долгий, ни внутри слова, да. Я же вам рассказывал. Таблица Менделеева содержала изначально в себе элементы, которые еще не были открыты. Так же и тут. Это тоже таблица Менделеева. Хорошо. Это мы закончили гласные в санскрите. Больше гласных нет. Запишите мне на доске, Даш. Ке-кай-ко-кау. Я уверен. Вы думаете, я смогу? Я уверен. А что нужно записать? Ке-кай-ко-кау. У меня ничего не получается. А вы выберите каракули. Так. И что теперь будет писать? Нет, не пишет. Вы выберите каракули и не пишет? Нет. Ладно. Так. А у Сергея планшет? Тем более не напишет. Ну ладно. Так. Подождите. У меня и планшетом я разговариваю. Попробуйте написать. Нет, на компьютере. Так. А что включить? На доске режим каракули. В меню, там посередине есть такой, по умолчанию стоит прямая линия, а вам нужно выбрать. В меню, тут правка, вид, ставка, формат или ниже. Страх. Под форматом что, вот линия? А у меня пишет, у меня пишет. Всё, каракули, я понял. А кто пишет? Я пишу. А что надо писать? Ке. Ке. А кто у меня получил emoji? корявенько отлично а теперь просто изменить сверху и допишите кай для кай что нужно добавить какая нужная счет и сочетку для к чего не хватает так вот этого не хватает и вы можете как вы можете перенести надстрочные знаки над ним просто возьмите перенесите выделить как это сделать я какую-то ерунду делаю возьмите спасибо уже не режим каракули режим стрелочки слева от каракули да можно быть ага и чё-то не получается нет у вас режим прям стрелочки стрелочки я буду слева от каракули есть а да все поняла и переносите все отлично и уберите лишнее что не нужно сейчас просто дилы нажмите и и это что у нас написано сейчас это ку напишите кау так опять надо ввести каракули отлично все понятно дашь сергей за мысли уследите ну примерно дома в прописи вы будете себе повторять выписывать одну строчку с ке другую кай кау кау если не хватит если не будете узнавать повторяйте ге гаи гау кау понятно ну в общем все согласны не успеть согласны но может быть если одной глаз согласно и мало то возьмите вторую если вторую мало третью но не больше трех хорошо мы дома будем дома будете прописывать все гласные плюс еще плюс еще вот эти сочетания понятно да написание в середине слова называется значит в середине слова чаще всего встречается эр слоговая это означает что например будет вот такое вот написание которое даже прочитает как так точно точно чаще всего из чего из вообще из всех перечисленных из всех перечисленных да наверное да всех перечисленных Да, из этих перечисленных. Не вообще из всех гласных, а вот из перечисленных в этом занятии. То есть чаще, чем Э, О и так далее? Я должен сделать собственные подсчёты, чтобы подтвердить данное утверждение. Но есть такое предположение. Но не столь существенно. Итак, помимо обычного, значит, помимо слогового R, это когда R с кружочком, есть обычный R, R согласный, R слога, сонант, R, значит, согласный. Он, в зависимости от того, где он расположен, обозначается двумя разными способами. Двумя разными способами. Первый, значит, если R встречается в слоге, где уже есть другой согласный, то он обозначается дополнительными значками. Если R встречается в слоге, где уже есть другой согласный, то он обозначается дополнительными значками. Это двенадцатая страница прописей. Но это именно R согласный. Это именно R обычная, без каких-либо кружков. Это сочетание R с другими согласными. Их очень много, этих сочетаний. Они часто встречаются. Первая разновидность – это R после согласного. R после согласного. Если представить себе клетку, то обозначение этого R будет в виде диагональной черточки в левом нижнем углу. Видите ли? Хорошо. Итак, я написал «что?» КРА. КРА. Что я написал, Даша? ПРА. ПРА. Сергей. МРА. 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 МРАК, например. Из словарного запаса «Элочки-ведоедки». МРАК. Вы уже можете записать. Вы уже умеете. Даша. НРА. ДРА. 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 Куда тут это? Что же только уставлять? За клетку будет выходить. Даша. ХРА. Но в случае с ХРА есть два способа записи. Эта черточка может быть расположена и внутри. Видите ли как? Да. Вот это два способа записи. Перед нами ТРА. ТРА. Как это? ТРА. Совершенно отдельная графема? Совершенно отдельная графема. В обучении хинди две графемы добавляются как в основную азбуку. ТРА. ТРА. Они настолько неузнаваемы, что решили добавить в их основной набор. Но мы на такие глупости не ведемся. Сергей. Подсказать? Это что за кружочек? Меня смущает. Совершенно законный. Это ШРА. Это ша. Как в каком слове вам хорошо известном? Шри. Шри. Так там же он и так ш. Сочетание, смотрите, вы привыкли, что ша это подобное написание, так? Когда шея встречается, то шея получает альтернативную форму. Альтернативная форма написания, она вот написана мною. Понятно, да? То есть это как у нас в шугу? Да, да, да. Ровно так же. То же самое и здесь. Ровно то же самое. Даша читает. Дмитра, друг. Ну это и так же имя полубога. Разумеется, но это имя же означает, это не полубог, это же полноценный бог. Это имя означает друг. Любое индийское имя, оно, конечно, говорящие, то есть имеет смысл и этимологию. Сергей. Так. И что тут в начале читать? Пи. Пи. Я. При. 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 Приятный. Т.е. Сначала мы соединяем согласные, потом гласные добавляем. Читает Даша. Т.е. Я не вижу. Я не вижу, как это. Т.е. 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 странице прописей это крючок над стержнем крючок над стержнем РК РК Сергей что я написал РК хорошо а теперь прочитайте слово целое я вам дам читайте дурга дурга хорошо читает наша главное всегда записывайте над эванагаре и добавляйте транс литерацию себе сами я ее не пишу но в прописях она у меня есть хорошо что я написал дальше шарма это я типа циферку 2 2 написал вначале убираю ее чтобы не смущало рма да и напишу вам слово сарпи змея женского рода да еще один что ли у нас хвостик то получается и и у нас и и РК там как-то не помещается не помещается получается немножко двигается направо все даю шпору все даю шпору все равно н согласны перед согласным перед согласным пишите ниже перед согласным пишите на деванагаре рк и в транслитерации запишите рк записали а после согласного еще ниже пишите после согласного кра то есть когда согласная стоит отдельно она пишется одним образом когда перед согласным крючком когда после согласного ногой это согласный согласная когда r гласная тогда в начале слова она пишется как начали слова она пишется как следующим образом а в середине слова как корр мы берем слог к как первую согласную слоговой азбуки деванагари как удобный пример не более того шпора понятно зарисуем ну вот этот первый вариант согласная которую там непонятно и также как вы и писали слева птичья лапка справа соединительная линия и потом полумесяц полумесяц крючок назовите его как вам удобно лишь бы вы понимали о чем речь получилось сергей хорошо значит дома вы читаете все занятия по кочергине да вот как бы всю теорию еще раз перечитывайте по не попытайтесь соотнести тем с тем с чем я говорил понятно да то есть каждый раз вы перечитываете теорию я могу частично дублировать частично упрощать усложнять хорошо хорошо значит из прописи из прописи получается видите двенадцатая страница внизу тринадцатая получается прописи не так то и много то есть мы пишем пишем не так то много то есть сочетание эти прописи пра-тра-р-га-р-ка ничего сложного никаких сверх усилий значит что касается третьего раздела из четвертого занятия это слово образование любимая тема сергей санскрите есть порядка двадцати двух продуктивных префиксов ну таких которые встречаются достаточно часто су это один из них когда мы хотим сказать что что-то хорошее но нельзя употреблять сергей отдельно просто как да оно значит видите в книге после су идет небольшая черточка даша ну да третий раздел данного нашли понимаете ли вы смысл этой черточки ну видимо что это показывает что это суффикс это суффикс следовательно встречается только в начале слова отдельно не встречается понятно и в конце не встречается а только в начале да значит означает хорошее и хорошо когда мы хотим сказать что кто-то дурной мы добавляем какую приставку дус которая превращается в дур смотрите даже в русском языке то же самое дурной дурной дур от приставки от префикса дус так вот су это хороший а антоним это дус то есть дур то есть дурга сурат что означает дурга дур что означает дашь дурной 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 га что означает идущий а а долгое в конце что означает женский и что получается вместе дурно идущий да даже когнитивный диссонанс как богиню могут так называть вот теперь мучаетесь сергей этимология не облегчает жизнь что-то под этим мифологическое должно суратка это хорошая колесница и с ней вопросов нет например суварно хорошего цвета это не просто хорошего цвета это уже золотой золото понятно значение перерастает они не всегда остается на уровне хорошо не хорошо более того ведь в санскрите нету большой разницы между прилагательными и существительными на морфологическом уровне следовательно су с прилагательным означает уже не хорошо хороший а очень су дырка пример приводится очень длинный а в домашних заданиях у вас будет встречаться не только эти значения а еще и другие вам придется подумать как вот это усиление передать просто хорошим и сильным и очень вы не отделаетесь художественный перевод определенные сложные места вот значит а это всегда пишется вот транслитерация с этой черточкой суффикс суффикс всегда если был бы значит нет это не суффикс а префикс если был бы суффикс значит черт дефикс стоял бы перед вставляет а если это инфикс что то что вставляется внутри то было бы и до и после я помню черточка обозначает местоположение этого слове вопрос и это все уже грамматика или конец четвертого занятия дальше грамматика закончил грамматика не закончилась она еще не началась если вы хотели спросить про письмо то нет письмо не закончить письмо заканчивается на пятом занятии пятое занятие разбивается на две части то есть еще два занятия посвящено письмо вот у меня вопрос r гласная при когда она идет перед следующим слогом всегда читается как ри по-русски да нет у меня тут звонок на следующем занятии будут литературы это значит я согласна тогда идут двое согласна это весьма сложно вопросов нет да вроде нет нужно читать пока нужно нарабатывать плавно чтение да да всегда когда вы пишите что-либо вслух хотя бы шепотом произносите слова да я буду стараться просто даже не стараниях об последовательном повторение то есть ежедневно произнося вы рано или поздно сделаете это хорошо вопрос сергий ночь не 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 интересно даже захватывающему рассказать то есть мы прошли согласные и прошли глаз остались это сочетание мы их пройдем не за одно занятие как у кощердиной а за два занятия и даже за два занятия вы все равно все все пятое занятие ну я нет я считаю субботу в петербурге субботу в таком же режиме если можно видео скиньте но тут сложности многое смотреть субботу например сергей вопросов больше нет да нет нам предлагаю тогда расставить следующий субботу да да хорошо то же время да да Давайте в 6.30, потому что мне в 9.30 эти занятия мне тут добираться. Потому что у меня не закончилось первое занятие. Я бы с... Тоже... Ладно, тогда я там чуть опоздаю, ничего страшного. Не знаю, может в 6.50... Ну давайте... Для этого вам нужно в 6.40 мне набрать. Хорошо, договорились. Хорошо, тогда давайте. До свидания. До свидания.